В Беларуси изменились правила приема учреждения высшего и среднего специального образования. Абитуриентам вузов разрешат сдавать СТ по четырем предметам, и их результаты будут действительны на протяжении двух лет. Важное событие, ведь централизованное тестирование в прошлом году в Могилевской области проходило более 30 тысяч молодых людей. Еще одно нововведение – право поступления на педагогические специальности без вступительных испытаний для выпускников профильных классов. Что ж, им есть кого брать пример. Первый народный учитель Республики Беларусь работает в Могилеве. Знакомьтесь, Валерий Борошков, учитель физики областного лицея номер один. В коридорах лицея номер один – шум и гам, как и положено на перемене. А в кабинете физики пока тихо. Народный учитель Беларуси Валерий Борошков готовится к занятию. Каждый раз ответственно и скрупулезно. На любой работе, если не забываешь повышать свой уровень профессионализма, то мне кажется, что работать легко. Тема сегодняшнего урока – отражение. Чтобы все было на для дна, Валерий Васильевич использует зеркало. Теперь на себя смотри. Что ты видишь? Себя я вижу. У вас я вижу. Ты видишь что? Пол находится наверху. То есть у нас анар стоит как? На потолке. На потолке стоит. Допустим, раньше мне физика не так нравилась, как сейчас. Он нам показывает какие-то интересные примеры, какие-то приборы, эксперименты. Я впервые в жизни походил вниз головой, и это было просто. Объяснить просто такой предмет, как физика – это дар. Валерий Борошков начинал работать в небольшой сельской школе. И когда его ученики один за другим стали побеждать на областных и республиканских олимпиадах, талантливого педагога пригласили в Могилев. Учитель должен быть личностью, конечно. То есть надо уметь всем заниматься. И спортом. Вы занимаетесь спортом? Да, занимался. У меня клюшка и футбольный мяч основной была. Наверное, музыкой, наверное, в походы надо уметь ходить, любить ходить. То есть кроме своего предмета надо много чего уметь и знать. Он и умеет, и успевает. За годы работы в лицее подготовил 99 победителей областных и 77 победителей республиканских олимпиад. 9 медалей завоевали его ученики на международных олимпиадах по физике. Мне кажется, на сегодняшний день физика – один из основных предметов, который для общего развития как минимум должен знать каждый. Потому что любое движение сейчас в мире по-любому связано с физикой. Потому что нужно как-то двигать науку на сегодняшний день. Это важно. Как люди могут этого не понимать? Моргните мне одновременно правым глазом. Три, четыре. Дети – это самая лучшая половина человечества, говорит Валерий Борошков. И признается, что и сам научился у ребят многому. Прежде всего, пониманию и терпению. Качества, без которых не было бы звания народной. Взрослые должны им больше прощать ошибок их сделанных, чем делаем мы, взрослые. Поэтому они познают жизнь. И нам нужно терпеть, если что-то у них не так получилось, надо им прощать. Но, правда, прощать, так скажем, немножко в кавычках. То есть они должны понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова